Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все благословения Царства Божьего доступны сегодня нам с вами через крест. Они приходят к нам не потому, что мы в правильной церкви и слушаем правильного проповедника, и соблюдаем свод правил. Они приходят к нам благодаря искупительной работе Иисуса, открывшей для нас с вами Царство Божие. Это сделало возможным прощение наших грехов, и наша жизнь приобрела новые цели. Это самый большой подарок. Как увлекательно открывать Слово Божие и понимать, что Бог сделал доступным для нас. Мы часто думаем, что крест — это история из Нового Завета, что инициатива Иисуса берет свое начало в Евангелиях. Это идет отдельно от Ветхого Завета. У Бога был мозговый штурм, и они пришли к лучшей идее и послали Иисуса на землю с небес. Но на самом деле история Иисуса начинается на первых страницах Библии. Думаю, чем яснее мы понимаем Божие намерения, тем лучше мы сможем жить с победоносной жизнью. Итак, первые книги Библии. Первые пять книг были написаны Моисеем, Тора, Бытие, Исход, Леви, Числа, Второзаконие. Вы просто обожаете читать эти книги, я уверен. Но в них содержится удивительная история. Бытие первая глава — самое начало. Большинство из вас знают первый стих Библии «Вначале сотворил Бог небо и землю». За этим следует удивительная история создания мира. Подытоживает этот процесс 31 стих 1 главы. «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Комментарий Бога и Его творения. «Весьма хорошо, без недочетов, слабостей и недостатков». Он не сказал «Ой, не то», не просил вторую попытку. Он сказал «Весьма хорошо». «Я верю, что творение было действительно совершенным». Потом Бог отдыхал. Он завершил процесс творения. Он дал власть над всем своим творением Адаму и Еве, вершине Его творения, носителем Его образа на планете Земля. Он сказал «Идите и владейте всей землей, я даю ее вам, это все ваше». Но в Бытии 3 главе происходит вторжение, появляется незваный гость. Сатана пришел в сад и осуществил свой замысел. Он начал с Евы. У него был план обольщения, чтобы они ослушались Бога, и это закончилось тем, что они утратили царство, которое было им дано. Он заставил их ослушаться Бога. В 1 стихе 3 главы сказано «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешься ни от какого дерева в раю». Здесь важно отметить, что в первых двух главах о создании мира ничего не говорится о сатане. Можно отнести это к тому, что о сотворении говорится в общих чертах, не перечисляя всех конкретных. Но там точно не упоминается о его специфике. Бог говорит о всем творении. Весьма хорошо. И вот появляется незваный гость и приглашает творение Божие ослушаться Бога. И имеет в этом успех. Ему удалось обмануть Еву. Адам ослушался Бога, и они теряют ту власть, что была им дана Богом. Сатана узурпировал это место. Он сделал это законным образом, но эта власть предназначалась не ему. Когда мы читаем первые главы Бутия, нам кажется, что у этой истории есть части, о которых здесь не упоминается. Но в Библии мы точно видим историю Адама и его потомков, историю их отношений с Богом. Библия не дает полное представление о том, что происходило на планете Земля на Земле. На Земле царил хаос, и Бог восстановил порядок на Земле. Но некоторые главы этого процесса скрыты. Библия говорит, что сейчас мы знаем от счастья, но позже познаем в полноте. У нас нет полной истории о деятельности сатаны. Но мы совершенно ясно видим его намерения. Он подкрался к Еве и спросил, подлинно ли сказал Бог. Прошли тысячи лет, а его стратегия так и не изменилась. Он по-прежнему делает вызов авторитету Слова Божьего в нашей с вами жизни. Согласны? Сколько раз вы слышали, как Бог вам что-то говорит, но голос врага шептал, «Ты что, действительно, в это веришь?» Веришь, что это будет тебе во благо? У меня есть идея получше. Он искусил Адама и Еву мыслью о том, что Бог пытался их ограничить, что Бог — угнетающая сила. Он пытается преуменьшить их потенциал. Не та ли это ложь, что стучится и к нам? Нам приходит мысль, что святой и праведный образ жизни обязательно лишит нас радости, полноты и удовольствия. А если разрубить эти связи и проявить непокорность, жизнь станет лучше. Подлинно ли сказал Бог? Да, Он так сказал. Его намерение, чтобы нам в нашем мире было весьма хорошо. И вернуться на этот путь мы можем только через крест, а не через Мои эгоистичные планы. Усвоить этот урок нелегко. В третьей главе Бытия Бог приходит с посланием о суде. Он провозглашает суд. Бытие, третья глава, 14 стих. «И сказал Господь Бог и змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Мы видим здесь первую часть пазла, картины искупления Иисуса. «Задолго до Голгофа, до Римлян в Иерусалиме. Над храмом и политической системой в городе был Сенедрион. Бог сказал, что сатана ужалит Иисуса в питу, но Иисус разрушит власть царства сатаны». «Какое прекрасное обетование». Это самые первые главы Библии. «И Божья благодать и милость меня приводят в восторг. Бога можно было бы понять, если бы Он отступил от Своего творения, сказав, «Хотите бунтовать против Меня с катертью дорожка?» Но Он заранее говорит о том, что вмешается и вступится за нас. Он не оставит нас на погибель. В Евангелии от Луки мы видим слова Иисуса. Это 10 глава. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Он сказал ученикам, «Я видел сатану, спадшего с неба». Не думаю, что он видел это зрелище именно в то время. Он говорил о том, что видел много веков назад. Зачастую, отвечая на какой-то вопрос, Иисус не просто давал ответ на сам вопрос, но и заставлял слушающих взглянуть на цели Божии с более широкой точки зрения. Например, в 24 главе Матфея Иисус со Своими учениками были на храмовой горе. Перед ними было красивейшее здание храма. Они обратили внимание Иисуса на величие храма, и Он сказал им, что храм будет разрушен, и не останется там камня на камне. Это было пророческое заявление. Ученики не могли себе этого представить. Это как конец света. Они сказали, скажи, что будет происходить, и каковы признаки конца времен. Римляне разрушили этот храм через 40 лет после слов Иисуса. Но когда Он отвечал ученикам, Он ответил пророчески. Он дал им не только описание того, что случится в 70-м году, но также перечислил признаки того, что будет происходить в мире перед Его Вторым пришествием. Он ответил на их вопросы даже больше. Это же произошло в Луки, 10 главе. Иисус наставлял Своих учеников. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Последние времена. Я здесь, чтобы вы имели власть наступать на змеи и скорпионов, и на всю силу вражью, и вам ничто не повредит. Мы не видим всей картины. Затем Иезекииль в 28 главе дает нам кое-какие детали истории падения сатаны. Пророк обращается к сатане. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, резолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю. Сатана был создан архангелом, самым красивым Божиим творением. Он был лидером прославления на небесах. Но его одолела гордыня, и он восстал против Бога. К нему присоединилась треть ангелов. Они утратили свое место в небесах. Сатана был низвергнут на землю. Иисус говорит в первом веке, «Я видел Сатану, спадшего с небес, как молния». Затем Сатана узурпировал царство, которое ему не предназначалось. И вот Бог решил вступиться за нас. Он восстановил предназначенную нам власть. Эта история лежит в самом центре истории Креста Иисуса. Я пастор Аллан, и я благодарю вас за ваше время. Хочу предложить вам в течение этого года пройти этот путь вместе, чтобы к концу года мы познали Бога лучше. У меня есть для этого пара полезных инструментов. Во-первых, давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Начнем с Евангелия от Матфея. Вы сможете найти план чтения Библии за год на нашем сайте. И также давайте вместе читать ежедневное чтение, которое включает в себя стих из Писания и короткую мысль для размышления и молитвы на каждый день. Это поможет нам ежедневно приглашать Бога, чтобы Он изменил нашу жизнь. И тогда мы подойдем к концу этого 2018 года со всем другим сердцем. Вместе мы меняем этот мир. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка «Книгу молитв пастора Аллена. Через крест молитвы на каждый день». Также вы можете приобрести серию из пяти дисков «Через крест пастора Аллена». Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Из книги Левит мы ясно видим, что поклонение Богу не происходит интуитивно. Мы учимся поклоняться Господу. Это очень важный урок для нас с вами. Наш религиозный опыт в основном учит нас правилам поведения в церкви. Мы знаем, как вести себя в церкви, чтобы нам не было стыдно за себя. Мы знаем, когда сидеть и когда стоять. Какая манера поведения уместна для церкви. Будучи ребенком, мне не очень нравилось ходить в церковь, потому что сидеть тихонько — это не один из моих талантов. В церкви на вас могли посмотреть очень напряженным взглядом. А если ты озорник, и тебя вывели из зала, берегись. Мы научились ходить в церковь, но научиться поклоняться Богу — это нечто совсем иное. Я хочу насадить в вас это важное семя. Сюда входит и состояние сердца, и то, как мы предстоим пред Богом, когда открываем уста. Важно состояние сердца. Мы хотим стать теми, кто знает, как поклоняться Господу. Это настолько важно, что Бог уделяет много времени тому, чтобы нас научиться. 17 глава книги Левит говорит, «Душа — тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, потому что кровь сия душу очищает». Бог говорит им, что есть проблема — пропасть между Богом и людьми. Еврейское слово «очищение» означает покрытие. Кровь животных не могла омыть их грех, но Бог покрывал их грехи, обещал, что не станет смотреть на них. А в будущем настанет день, когда с грехом будет покончен. Евреям 9 глава. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Из книги Левит мы видим, что за грех причитается смерть. История сотворения гласит, «Если ослушаетесь Бога, смертью умрете». Они умерли не телесно, а духовно. К тому же, у их земных тел запустился обратный отсчет. И теперь, чтобы вернуться в Божие присутствие и участвовать в Царстве Божием, нужно было положить свою жизнь. Посмотрим на число 9 главу. Тут пошел второй год. Они отметили годовщину прохождения через Черное море, и Бог сказал им снова праздновать Пасху. Вы помните? Это была последняя ночь в Египте. Бог сказал каждой семье приготовить агнца, есть его припоясанными, готовыми утром отправиться в путь. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год поисшествия их из земли египетской, в первый месяц, пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время». Итак, это была ночь Победы. Каждая еврейская семья ждала рассвета, потому что на рассвете будет исход, будет свобода, будет новый день всей их оставшейся жизни. Но для большинства египетских семей это был день скорби. Они встали и увидели, что их первенец мертв. Ангел-губитель судил не по генетическому признаку, но по крови агнца на косяках их дверей. Для тех, у кого косяки дверей были окроплены кровью агнца, это было утро Победы, свободы, ликования. Для остальных же это был день страха, смерти и скорби. Прошел год, и Бог велел Моисею объявить народу, «Мы снова будем праздновать Пасху». Они уже не в домах, они поставили шатры в пустыне, и Он сказал, «Народ должен помнить об этом». Это был не просто исход из Египта. Это говорит о том, что я всецело забочусь о вас. А теперь я предлагаю вам перейти к Новому Завету. Евангелие от Матфея, 26 глава. Это история Пасхи, которая началась в Египте, и на следующий год была установлена традиция празднования. Каждый год это напоминало народу Божьему, как сильно они нуждаются в том, чтобы Бог заботился о них. Во Иисусе это обетование исполнилось. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Агнец Божий был принесен в жертву раз и навсегда. Помните, Иоанн Креститель увидел Иисуса и сказал, «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Обещания о приходе Иисуса мы видим еще в самых первых книгах Библии. Это, к примеру, второзаконие. Народ Израиля все еще был у горы Синай. На их одежде все еще была египетская пыль. Они еще помнили запах кирпичей. 17 глава говорит, «Не приноси в жертву Господу, Богу Твоему, вола или овцы, на которой будет порог, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для него». Бог учил Свой народ, чтобы они были послушными и могли Ему служить. Он обучал их системе жертвоприношений. Он говорил, что животное должно быть без пятна и порока. Они еще не вошли в землю обетованную, они не видели, как пали стены и эрихон, но система жертвоприношений на тот момент еще не была частью их истории. Бог обращается к нашим фундаментальным порокам. «Да, друзья, у нас есть определенные недостатки». «Или нет, не у нас, а у наших мужей или жен». «Почему они приносили жертву с дефектами?» Такая жертва имела меньшую ценность. Им было несложно расстаться с таким животным. Не так дорого стоило. Это не было для них большой жертвой. Бог видел их сердца. Он говорил, «Не нужно этого делать. Принесите мне лучшее, что у вас есть». Богу не нужны наши подачки, наши объедки. Богу не нужны пару часов воскресения, а потом мы всю неделю живем, как хотим. Богу нужен весь ты. Принесите лучшее, что у вас есть. Иисус исполнил требования закона. Он был жертвой без порока. Нам нужна помощь Бога. Мы не можем искупить себя. Мы не можем стать достаточно добрыми и нравственными. Наши пороки фатальны, и нам нужен кто-то, кто сильнее нас, чтобы воспроизвести в нас эти перемены. Первое послание Петра говорит, «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Бог выразил Свою удивительную благодать и милость. Он послал Своего Сына. Он послал Его стать одним из нас, ходатайствовать за племя бунтарей. Читая об этом, наше поколение высокомерно заявляет, «Ну, разумеется, Он пришел нас спасти, однако Он не заступился за восставших ангелов, их сковали цепи тьмы, и они ожидают Своего окончательного суда. Но когда мы восстали против Него, Бог послал Своего Сына». Наш ответ Иисусу — это не бремя подчинения тирану. Он зовет нас к свободе. Наш Творец открыл путь для нас, как нам изменить нашу жизнь. Не просто, чтобы изменить наш адрес вечности, но даровать нам свободу, целостность, здоровье, мир. Вот что сделал для нас Иисус. Это удивительное приглашение от Бога. У меня осталось всего несколько минут, и я дам вам пару напутствий о том, как руководствоваться крестом в нашей жизни. Мы закончили на третьей главе «Бытия» о Божьем суде в саду. В четвертой главе мы видим историю о Каине и Авеле. Помните их? Два брата. Один пастух, другой фермер. Жертва одного была угодна Богу, а другого нет. Это повлекло за собой конфликт, и Каин убил своего брата. О чем же взывала кровь Авеля? О справедливости, прежде всего. Он был убит. Бог сказал, Каин, «Разве ты не слышишь? Неужели ты этого не слышишь?» Ответ Каина очевиден. О чем это ты? Давайте прочитаем. Это четвертая глава «Бытия». «Где Авель, брат твой?» Тот сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал Господь Бог, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли». Он думал, что ему удалось скрыть свой поступок. Одна из самых стойких характеристик мужей, а также жен, во всей Библии. Они слушают его. В древней еврейской Библии, чтобы сделать акцент на чем-то, они просто произносили глагол дважды. Некоторые переводы выразили это так. «Слушайте, слушая, слушайте внимательно». Иисус говорил, «Овцы Мои знают Мой голос и следуют за Мной». Бог сказал Каину, «Разве ты не слышишь вопль о справедливости? Он поднимается от земли. Иногда мы не в себе. Мы так сердиты на Бога, что не считаем Его справедливым. Ведь так? У меня такое бывало. Помню, я встал среди ночи и поднял в небо кулак, «Мне не нравится, как ты делаешь свою работу». И потом я долго перечислял все его ошибки. А вы ведь так не делали, да? Поэтому молитесь обо мне, пожалуйста. Может, вы молились? И Бог не ответил на вашу молитву, и вы решили примерно так? Бог, ты несправедлив. Ты должен был ответить на мою молитву. Но позвольте задать вам вопрос. Какой была бы ваша жизнь, если бы Бог ответил на каждую молитву, которую вы вознесли Ему? Правда, был бы хаос? Сколько у вас было бы мужей и жен? Поэтому мы несправедливости ожидаем от Бога. Мы ожидаем милости. Разве не так? Я не хочу получить то, что я заслужил. В таком случае я труп. Многие знают мою историю. В послании к евреям 12 главе говорится, что Иисус ходатай Нового Завета. И что кровь крапления говорит лучше, нежели кровь Авеля. О чем взывает кровь Иисуса? О милости. Библия говорит, что Иисус окропил своей кровью престол милости. Престол милости покрывал Ковчег Завета. Ковчег Завета был в Святом Святых, в Скинии, в пустыне и затем в храме. Раз в год первосвященник в день искупления брал кровь жертвенного агонца в Святой и Святых и окроплял ей престол милости. Это покрывало грехи людей. Но в послании евреям сказано, что когда Иисус отдал Себя в жертву на кресте, Он взял Свою кровь и принес ее на престол милости на небесах. Ковчег Завета в Скинии на самом деле был репродукцией. Это была копия оригинала. Так говорит Библия. Оригинал на небесах. Иисус вошел в настоящее Святое Святых и окропил своей кровью престол милости, прося милости для нас с вами. Кровь Авеля взывала о справедливости, а кровь Иисуса взывает о милости. Первое послание Петра, вторая глава, говорит нам. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Также послание Ефесиным, первая глава, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Бог нас прощает не по нашим добрым делам, не за нашу доброту и нравственность, не за то, что мы ходим в церковь. Мы прощены благодаря искупительной жертве Иисуса из Назарета. Без креста нас просто нет. Моя цель не в том, чтобы читать религиозные лекции. Мы не в университете. Я приглашаю людей войти в цели Божии для их жизни. Я хочу помолиться о вас. Верьте, что крест Иисуса произведет перемены в ваших обстоятельствах. Бог может дать вам мир в сердце, надежду в душу и жизнь в ваше тело. Может, сами мы не в состоянии что-то изменить, но наш Бог верен. Мы можем Ему доверять. Он полностью позаботился о наших жизнях через жертвы Его Сына и Его пролитую кровь. Чтобы принять Его жертву, мы должны уверовать в Него. Я хочу помолиться о вас. Отец, я благодарю тебя за каждого, кто слушал этот урок, за Твое Слово, несущее нам истину. Ты знаешь все проблемы и трудности, знаешь, где царит отчаяние. Я благодарю тебя, что благодаря крови Иисуса Ты нас простил, очистил и освободил. Я молюсь, чтобы сила Божия принесла жизнь, надежду и здоровье во имя Иисуса. Я славлю тебя за Твою верность во имя Иисуса. Начните благодарить Бога за вашу свободу. Через благодарность вы открываете дорогу к благословениям от Бога в вашу жизнь. Благословений. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok